Привет всем, с вами Кигури и Орех, а вы смотрите новостную программу Пульс. Сегодня в выпуске. Встречайте новый шутер от People Can Fly. StarCraft 2 в музее космонавтики. Разработчики привезли в Москву почти финальную версию игры. Dead Space 2 на PC. Теперь официально. Назад в Сигунат. Total War возвращается в Японию. Скейтеры меняют мир. По крайней мере в новой игре от Шона Вайта. The One Ring has revealed itself. Распродажа в Средиземье. Властелин Колец онлайн избавляется от абонентской платы. Обратно в небо. Том Клэнсис Хокс получает сиквел. Два ММО хорошо, а три еще лучше. Анонсирован еще один выпуск онлайновых Звездных Войн. Авторы Medal of Honor любят повторять, что в их игре особое внимание уделяет личности самого солдата. Никакой политики, никаких переговоров. Только человек и его автомат. В новой игре этот подход особо заметен на тех уровнях, где драться надо не в роли элитного бойца Тайр Уан, а в качестве рядового рейнджера. В Medal of Honor будут представлены два типа геймплея. На миссиях оперативника Тайр Уан игра напоминает снайперские задания из Modern Warfare. Бегайте, крадучись с напарниками, слушайтесь приказов старших, не отходите ни на шаг от прописанного маршрута. На локациях рейнджеров, которые показали только сейчас, все иначе. Тут у вас есть тяжелое вооружение, в меру большие уровни с некоторой свободой передвижения и толпой врагов. Получается весьма старомодный шутер. Вышли на локацию, зачистили ее от неприятеля любым желаемым способом и пошли на следующую локацию. Но цена такой свободы кривоватый и и. Иногда враги дергаются на месте и не знают, куда побежать. Иногда прячутся не с той стороны укрытия, иногда бездумно бегут на руде. Надеемся, в финальной игре все это будет не так заметно. Сюжет на миссии рейнджеров и элитных бойцов в Тайр-1 будут связаны между собой. В показанном отрывке, например, спецотряд зачищал территорию для обычных войск, которые затем истребляли все, кто остался в дуле. Ни один выпуск у нас не обходится без запоминания Call of Duty. И в этот раз не без нее. TreyArk раскрыла новые подробности грядущего выпуска Black Ops. Игра действительно отойдет от темы Второй мировой. Теперь нам суждено побывать в джунглях Вьетнама, горных регионах России, Лаосе, Кубе и многих других местах. Сеттинг эпохи Холодной войны. Герои в компании будут традиционно меняться, но вращается все вокруг американского спецотряда SOG, который действует скрытно и отчитывается перед ЦРУ. На этот раз во многих миссиях надо убивать тихо и незаметно. А на одном задании придется и вовсе воздержаться от кровопролития. Там требуют провести по местности группу солдат, разглядывая их с высоты из самолета. Меж тем и экшен обещано через край. На этот раз, например, дадут сесть в кабину боевого вертолета. Вы сможете не только свободно на нем летать, но также расстреливать врагов из пулемета и ракетных установок. Да и новое оружие должно быть весьма эффектным. Появится, например, дробовик с разрывными патронами и арбалет со стрелами с аналогичным взрывным наконечником. К Black Ops разработчики из Трэйрк обещают подойти намного серьезнее, чем к прошлым выпускам сериала. Если раньше студия делала 2-3 игры одновременно, то теперь все 200 с лишним сотрудников трудятся только лишь над Call of Duty. Разработчики Пэнкилла прошли за последние годы долгий путь. Они поработали над первой частью Gears of War и даже портировали игру на ПК, получили финансовую поддержку Epic и лицензировали Unreal Engine 3. Но игры, видимо, не делают все такие же безумные. Показан их новый проект Bulletstorm. События игры разворачиваются в далеком будущем, а главным героем оказывается космический пират, в прошлом — боец секретного спецотряда. Когда-то давно протагониста предал командир, теперь мы пытаемся отомстить. Когда наш персонаж видит корабль бывшего начальника, он его таранит и вместе с ним падает на планету неподалеку. Тут и начинается игра. Несмотря на довольно сложный сюжет, сама игра выглядит веселой и аркадной. В вашем распоряжении масса необычного оружия, вроде гранат на веревке. Ими можно связывать врагов. Герой умеет выполнять подкат, пинать противников ногой и использовать энергетический кнут, который подбрасывает неприятеля вверх и ненадолго его замедляет, подвешивая тело в воздухе. Кнут этот можно улучшать. Развитию подлежат вообще все умения героя. Прокачка проходит за счет очков, которые даются за особо красивые убийства. Выстрелили врагу в пах, а потом оторвали ему голову, подкинули его в воздух, а затем отбросили на шипы гигантского кактуса, обернули гранатами, а потом скормили плотоядному растению неподалеку. За все это причитается награда. Игра поощряет изобретательность. Наконец, последним элементом Bulletstorm станут напарники. Их двое, и пока не совсем понятно, зачем они нужны. Игру обещают дополнительно показать на Е3. Еще один сериал теряет статус эксклюзива. Fable 3 готовится выпустить не только на Xbox 360, но и на ПК. И решение это кажется пока довольно странным, ведь вторая часть на PC так и не появилась. А сюжет третьей игры напрямую связан с событиями предыдущих частей. Ну, хотя бы геймплей в новинке обещан оригинальный. Он должен понравиться тем, кто в первые выпуски не играл. Fable 3, если кто не знает, лишь походит на традиционную RPG. Мы сперва странствуем в роли героя-одиночки, убиваем разных бандитов и пытаемся свергнуть правителя-тирана. А вот дальше игра делает финтушами и предлагает нам занять освободившуюся вакансию лидера государства. В этот момент Fable не превратится в стратегию. Появиствование все еще будет вестись от лица вашего персонажа. А все политические вопросы решать придется лично с периодическими выездами на местность для подробного прояснения ситуации. Возиться придется и с рутинными вещами вроде распределения налогов и с глобальными проблемами. Например, никто не запрещает пойти войной на соседнее государство. В зависимости от ваших решений меняться будет не только персонаж, но и вся страна. Какие-то регионы начнут загнивать, другие, наоборот, станут активно развиваться. В середине мая в Москве прошла ежегодная конференция разработчиков игр. В этом году там состоялось несколько любопытных анонсов. Например, Nival Network впервые показал геймплей своей новой ММО. Причем не купленный за рубежом, а произведенный внутри компании. Называется проект Prime World. Это клон Dota с продвинутыми онлайновыми возможностями. Русского духа, как можно заметить по трейлеру, тут нет. Все потому, что игра рассчитывается на мировую аудиторию. Как и подобает такому масштабному проекту, в основе его лежит идея, близкая к гениальной. ММО-стратегия заставляет геймеров-парней и геймеров-девушек работать в парах. Первые выходят на фронт, рубят и подрывают монстров. Вторые стоят в сторонке и, как выражаются разработчики, вдохновляют бойцов. Светлой магией, видимо. И чем дольше пара трудится вместе, тем сильнее становится их альянс. Возможно, это такой замаскированный сервис знакомств. К самому же геймплею пока много вопросов. Известно, что Prime World — стратегия, и что бои проходят на изолированных аренах, не в открытом мире. Здесь всего две расы — люди и эльфы. Но у каждой массы героев, причем использовать можно сразу несколько персонажей. Все они будут обитать в вашем собственном замке, который позволено всячески улучшать. Остальные подробности проекта собираются раскрыть только на Игромире 2010. Но Prime World — не единственный проект, которым хвастались разработчики из Neval Network. Другой их новинкой оказалась Kings Bounty Online. Трейлер пока не выпустили, но выглядеть продукт должен примерно так же, как и оригинальная одиночная игра. Это будет не браузерка, а большая клиентская MMORPG. Причем отвечает за нее известный Cranks Productions. Neval Network выступает в роли издателя и оператора. Подробности геймплея мы узнаем опять же на Игромире 2010. А пока говорят лишь, что проект сохранит пошаговые бои и огромный мир. Венчала Кри 2010 Традиционно — церемония вручения наград. Сегодня мы лишь перечислим победителей, но позднее обязательно расскажем об этих проектах побольше. Лучшей игрой выставки была признана Metro 2033. Не мудрено, учитывая высокие оценки как у нашей прессы, так и у западной. Лучшей зарубежной игрой назвали экшен Darksiders, который, к слову, скоро появится на PC полностью на русском языке. Лучшей игрой для приставок стал Symbiont — экшен с видом от третьего лица, который пару лет назад выходил для ПК. Лучшим клиентским онлайн-продуктом оказался «Мир танков» — многопользовательский симулятор, сами понимаете чего. Титул лучшего разработчика также достался Wargaming.net — создателям тех самых танков. Наконец, самым интересным проектом без издателя окрестили «Монолит» от студии Леста — любопытный экшен про гигантских роботов. Обещают и в нем горы золотые. Мультиплатформа, сюжетная кампания, кооператив, онлайновый мультиплеер и отдельный ММО-режим. Ах да, еще тут можно перематывать время и прокачивать своего робота. Что ж, посмотрим, многие ли из этих пичей останутся, когда проект найдет издателя. Пока можно лишь сказать, что выглядит игра отменно. Мы обещали подробнее рассказать про игры с Кри. Сейчас этим и займемся. Давайте пройдемся по победителям Кри Эвордс и посмотрим, кто, где и за что. Коротко о том, что уже освещалось. Лучшей игрой Кри 2010 стала Метро 2033, которая взяла еще и приз за технологии. Лучшим проектом без издателя — робоэкшен Монолит. Лучшим разработчиком — Wargaming.net, у которых проект «Мир танков» еще и получил награду «Лучшая клиентская онлайн-игра». Теперь об остальных номинациях, в которых произошла маленькая интенсация. Наибольшее количество наград досталось компании Mail.ru. Они даже были названы лучшим издателем Кри 2010. А все почему? Все из-за непроходящей моды на казуальные и браузерные игры. Именно в этих категориях компания лизировала. Например, их любимая фирма была названа лучшей игрой для социальных сетей, а Juggernaut — лучшей браузеркой. С первой знакомить никого, наверное, не надо, а вот Juggernaut, если кто не знает, представляет собой весьма симпатичную ролевую игрушку с интересным миром и замечательной по меркам жанра 3D картинкой. Третьим победителем от Mail.ru стал Северный Клинок, который получил приз зрительских симпатий. Клинок — это клиентская фэнтезийная MMORPG с упором на PvP-битвы и с большой концентрацией экшена внутри этих битв. Титул же «Лучшей казуальной игры» Mail.ru не взяли. Он достался Playrix, известной студии из Вологды, которая теперь смастерила градостроительную аркаду именем Короля. Миниатюрно-браузерным вышел в этом году и лучший дебют. Им назвали проект «Королевство» — онлайновую RPG с боями в реальном времени от компании «Сказка». Награды получили и более знакомые нам компании. Например, 1S Soft Club стал лучшим локализатором, а его мультиплатформенный экшен-приключение капитана Блада выиграл в номинации «Лучшая графика». Блад, надо заметить, уже не первый год появляется на конференции. Игра все еще выглядит отлично, но пора бы ей уже и выйти. Компания Бука тоже взяла награды за давно известные всем проекты «Симбионт» — довольно необычный экшен, который теперь переходит на консоли, и «Коллапс Ярость» — миниатюрное дополнение к весьма примечательному проекту 2008 года рождения. Первая игра была названа лучшим консольным проектом, вторая взяла лучший игровой дизайн. Не менее древним оказался и победителем номинации «Самый нестандартный проект» — «Постел 3». Подробности грядущего дополнения к Assassin's Creed 2 продолжают поступать. Теперь мы знаем немного и об одиночной кампании. В ней собираются продолжить истории Этсо, который вновь сродится с темплиерами. Новая история причем растянется аж на 15 часов. Уже в начале игры герой будет профессиональным убийцей и, более того, станет собирать братства молодых ассасинов. Их можно будет отправлять на задания в городе и призывать на подмогу. Место действия — Рим. Причем город, видимо, позволит улучшать и развивать по тому же принципу, по которому мы раньше обрабатывали свое поместье. В доработанном виде вернется летательный агрегат из второй части, а Этсо, как ни странно, получит еще и парашют. В мультиплеере есть возможность поменять сторону, можно играть за самих темплиеров. На выбор будет доступно множество персонажей, у каждого свое фирменное оружие и свои техники боя. Часть арсенала уже анонсирована. В вашем распоряжении секира, веер с заостренными краями, шприц, видимо, с ядом, нож и некая перчатка с когтями. Недавно в Москву приезжали разработчики StarCraft 2. Журналистов пригласили на показ в музей космонавтики, где не только рассказали про сюжетную кампанию игры, но и дали попробовать ее в действии. Были на этом мероприятии и мы. Поиграть в одиночные задания разрешали еще на Игромире, но здесь версия приехала уже другая, более новая. Теперь мы, например, точно знаем, что на корабле Джима Рейнера будет специальная консоль, с помощью которой можно переигрывать старые пройденные миссии, знаем, как работает система исследований и знаем, что в местном баре стоит игровой автомат Lost Vikings, который пока, правда, отказался запускаться. Геймплея вопросы вряд ли у кого-то остались. Кто не играл, тот хотя бы ролики видел. А вот разобраться в системе прокачки мы смогли только сейчас. Во-первых, героев, как в Warcraft 3, не будет. Джим Рейнер и сотоварищи станут иногда выезжать на миссии, но опыт они зарабатывать не смогут, и так слишком сильны. Но прокачка остается для самих армий. Апгрейды морпехов, мародеров, гоустов и кого угодно еще покупаются между уровнями на те деньги, которые вам платят за выполнение заданий. Кроме того, пока вы сражаетесь с протасами или зергами, вы получаете очки исследований той или иной расы. Когда очков накапливается достаточно, в лаборатории можно открыть дополнительные юниты и постройки. Например, очистительный завод, который добывает Веспен автоматически, турели с огнеметами или даже специальные башни, которые захватывают и отдают вам под контроль любые юниты зергов, подошедшие к ним непозволительно близко. Конечно, такие здания в мультиплеере запретят, они весь баланс там порушат. Ну и последним заменителем героев станут наемники, усиленные отряды юнитов, которых можно покупать в баре между миссиями. Игра выйдет 27 июля и не будет требовать постоянного подключения к интернету. Выходить в сеть нужно лишь для начальной активации. Свершилось. В Electronic Arts объявили, что Dead Space 2 все-таки выходит на ПК. Заодно нам раскрыли кое-какие новые подробности сиквела. Давайте разберемся, что получат в следующем году владельцы всех современных платформ. Во-первых, в сиквеле новая локация. Это огромная станция с кровом на Титане, спутники Сатурна. Тут найдутся не только квадратные коридоры, есть и довольно большие открытые уровни. Будут здесь и живые люди, с ними можно общаться. Для этого Айзек умеет снимать шлем и показывать свое лицо. Во-вторых, появились новые враги. Например, сталкеры-чудища, похожие на волков, которые атакуют в стае. Или кроулеры, небольшие жуки-бомбы. Если вы поднимете одного из них в воздух с помощью телекинеза, вы сможете использовать его в виде этакой живой гранаты. Последний анонсированный новичок — сис, нарост в земле, который плюется бомбочками. У вас же появятся новые способы обороны. Телекинез стал работать намного быстрее и подходит теперь для боя. Вы можете отрывать клыки и когти врагов, а потом этими самыми клыками и когтями протыкать их хозяев. Появится также джавлинган, который может пулять в монстров копьями и даже пришпиливать противников к стенам. Наконец, окружение стало намного более интерактивным. Мебель охотно ломается, от стен отваливаются панели. Mass Effect 2 в июне получит очередной пакет DLC, на этот раз платный. Новый мини-адон будет называться Overlord и представит новую планету, по которой вы станете кататься от одного задания к другому на танке Hammerhead. Сюжет вращается вокруг злобного ИИ, который управляет местными роботами. Известный стратегический сериал Stronghold возвращается с третьим выпуском. Игру вновь собирает студия FarFly. Она выходит весной 2011-го и обещает предстать перед нами с новым движком и оригинальными элементами геймплея. Этим летом на ПК, PS3 и Mac'ах выходит новый выпуск древнего и почти забытого сериала Top Gun. Сюжет новинки пишет сценарист оригинальной киноленты. А вдобавок к одиночной кампании обещан мультиплеер на 16 человек. По неподтвержденной информации, сериалом Call of Duty займется теперь и студия Raven, не так давно выпустившая посредственный Wolfenstein. Напоминаем, что с линейкой уже работают еле живая Infinity Ward, Treyarch и Sledgehammer. Джон Ромеро извинился перед геймерами за скандальную рекламу Day Katana. Она печаталась в журналах лет 10 назад, но людям запомнилась надолго. Да, настолько она вышла провокационной. Ромеро назвал весь проект провальным и сказал, что до сих пор не понимает, как вообще игру закончили. Геймдизайнер говорит, что теперь он стал мудрее и рассудительней, и что он с удовольствием бы снова поработал с Джоном Кармаком. Metro 2033 идет дорожкой западных экшенов и собирается получить первое скачиваемое дополнение. В нем будут два новых вида оружия и хардкорные режимы игры, где патронов меньше, урон от пуль выше, а интерфейса на экране вообще никакого нет. Новый выпуск Ghost Recon задерживается до начала 2011-го. Раньше экшен собирались закончить зимой текущего года. Причина банальна — игру не хотят выпускать в новогодние праздники, в которые уже ожидается море хитов. Ну и дополнительное время разработки, как говорят авторы, должно пойти игре на пользу. Известный сноубордец Шон Уайт, олимпийский чемпион и человек, имя которого непосредственно уже связано с несколькими играми, анонсирует новую линейку симуляторов — на этот раз скейтбординга. И в отличие от своих соперников, он выпускает игру не только на консолях, но и на ПК. Главным отличием новинки Уайта станет возможность игрока на ходу менять окружение. Видите ли, в Шон Уайт скейтбординг показан очень серый, скучный мир, которым управляет так называемое министерство. Оно давит на корню позывы граждан к какому-либо творчеству. Так вот, выполняя на этих скучных улицах скейтерские трюки, вы будете в реальном времени окрашивать дома и машины вокруг, делать мир ярче и заодно запускать мелодичный саундтрек. По мере того, как вы выполняете трюки, заполняется шкала энергии. Чем полнее, тем шире ваш радиус окрашивания мира, и тем разнообразнее арсенал доступных трюков. А их обещают показать массу. Более 80 штук. Причем все можно активировать как движениями рукоятки контроллера, так и с помощью кнопки. Вообще говоря, идея вмешательства в дизайн уровней не нова. Такой мы уже видели из The Blob и, например, в American Magist Green. Но в спортивных играх это действительно замечено впервые. Да и изменения здесь не ограничиваются визуальными эффектами. По мере того, как вы окрашиваете локации, на них станут появляться зоны, подсвеченные зеленым цветом. Стоит только подъехать к одной из них, и площадка перед вами в реальном времени изменится, предложив, например, трамплин или рамку. Более того, в некоторых случаях вы даже сможете выбирать, как именно деформировать уровень. Например, если вы захотите удлинить перила, по которым скользит герой, будет возможность выбрать их направление. При желании позволено даже загнуть их вверх к небу. Идея оригинальная. Такого мы в скейтерских играх точно еще не видели. Остается дождаться первой геймплейной видео, которым нас наверняка порадует на Е3. Студия Creative Assembly обещала показать на Е3 свой новый проект. До сих пор мы полагали, что им окажется грядущий симулятор олимпийских игр. Но ситуация оказалась намного более радужной. За несколько дней до выставки компания анонсировала Сёгун 2 Total War. Именно с первой части Сёгун и началась 10 лет назад линейка Total War, поэтому для старых геймеров эта игра имеет особое значение. Да и прямо скажем, сеттинг феодальной Японии для сериала подходит идеально. Вести войну на почти изолированном от внешнего мира острове, в напряженной политической обстановке, да при том с участием самураев и ниндзя, это было весело в начале тысячелетия. Весело будет и теперь. События сиквела вновь будут развиваться в 16 веке, когда военачальники со всей Японии начали бороться за власть. В начале кампании на выбор предоставляется 8 фракций, у каждой свой стартовый регион. При этом игроку будет выдан вполне конкретный даймё, глава клана, с именем, фамилией и богатой биографией за спиной. Об исторических фигурах эпохи расскажут сполна. Сюжет в этот раз отличается емкостью и проработан намного подробнее, чем в Empire. А вот выбор войск в Сёгун-2 не такой богатый, как в прошлой части. Всего анонсировано около 40 юнитов. Зато каждому подберут уникальную функцию на поле боя, статистов не останется. Поддержать обычные войска вам всегда помогут юниты-герои, которые в одиночку смогут удерживать целые армии врага. Из прошлой игры вернутся морские баталии, появится также и возможность сражаться ночью. Вероятно, изменится и система осадок крепостей, ведь в Японии укрепления строились совсем не так, как в Европе, и тактика использовалась иная. Властелин Колец Онлайн в ближайшие месяцы обещает стать игрой примерно в тысячу раз более популярной. Причина серьезная, ММО переходит на бесплатную модель распространения. Уже этой осенью вы сможете бесплатно скачать клиент Властелина Колец Онлайн и играть на нем вплоть до 50 уровня. А это ни много ни мало верхушка оригинальной игры без аддонов. Иными словами, задаром можно будет пройти Тени Ангмара целиком. А вот аддоны надо будет уже докупать. Для этого организуют новый внутриигровой магазин, где также предложат полезные предметы, слоты для персонажей и различные дополнительные возможности. А те, кто уже является подписчиком Властелина Колец, автоматически будут награждены VIP-статусом. С ним вы получаете неограниченный доступ к любому контенту и бонусы. А также ежемесячно собираете премию в виде очков, которые можно потратить в том самом внутриигровом магазине. Такой же VIP смогут приобрести, конечно, и новички. Бета-тест обновленного Властелина Колец стартует в июне. Записаться до него можно уже сейчас. Игра считается во всем мире одной из лучших современных ММО и до сих пор большой ее проблемой была низкая населенность серверов. Что ж, теперь об этом можно забыть. Что же касается русской версии, то тут пока точных планов не анонсировано. Но переход на бесплатную модель случится наверняка и у нас. Том Кленси примелькался. Только вышел новый выпуск Splinter Cell с его именем на обложке. Так теперь поспевают еще свежие Ghost Recon и Hawks. Hawks возвращается с традиционно банальным сюжетом. Бравые американские пилоты должны остановить похитителей ядерных боеголовок с русской военной базой. Заниматься этим можно как в одиночку, так и с товарищами. Всю компанию Hawks 2 можно пройти в режиме кооператива на четверых. Другим нововведением сиквела станет необходимость взлетать и садиться на аэродромы и авианосцы, а также заправляться в воздухе. Реализовывать это обещают в традиционной для сериала аркадной манере и можно не бояться хардкорного реализма. Вообще упор на экшен никуда не делся. Вдобавок ко всему разработчики обещают улучшить систему повреждений. Теперь вы сможете видеть как вражеский самолет буквально разваливается в воздухе от ваших пуль. Пострелить асов противника будет в сиквеле не так-то просто. Их искусственный интеллект серьезно доработали. Теперь злодеи ведут себя совсем как люди и порой даже удирают с места сражений. Наконец последним анонсированным пока элементом стали стелс-миссии, где вы сначала пролетаете над зоной с беспилотным дроном и отмечаете цели, а затем уже отправляетесь на задание в большом самолете, чтобы под покровом ночи уничтожить выделенные объекты. С предыдущим третьим выпуском Fear становится кооперативной игрой. Разработчики уже готовы рассказать, как они исхитрятся пугать не одного игрока, а сразу двух. Для начала авторы решили отбросить идею равенства геймеров. В Fear 3 вы управляете братьями из первых игр, но отношения в этой семье непростые. Один персонаж главный герой первого Fear убил другого, который в свою очередь вернулся в виде то ли призрака, то ли сверхчеловека. Итого, в главных ролях выступает обычный солдат с автоматом и эдакий телепат-волшебник, который вроде бы помогает своему напарнику, а вроде бы и преследует свои непонятные цели. Тот, кто играет за главного героя первой части, получит вполне традиционный геймплей. Мы стреляем, прячемся за укрытиями и иногда замедляем время. Тот же, кто управляет восставшим из мертвых швырять предметы на уровне, поднимать врагов в воздух, вселяться в чужое тело и так далее. К тому же, чародей способен увидеть скрытые проходы на уровне, неразличимые для второго игрока. Хотя бы в одном братья схожие боевыми мехами они управляют одинаково. Да, каждому герою будет выделен свой робот и на этот раз в кабине мы проведем больше времени, чем в Fear 2. Выйдет игра в конце 2010-го, а для желающих в ней будет доступен и одиночный режим. Сейчас у нас всего одна ММО по Звездным Войнам. Полумертвая и старенькая Галаксис. Уже на подходе, как мы знаем, вторая Old Republic от BioWare. Оказывается, издателям и этого мало анонсирован третий масштабный проект Clone Wars Adventures. Игра стоится в духе не кинотрилогии, а мультсериала Clone Wars. Отсюда и упрощенная графика и немного несерьезный детский настрой. Общая атмосфера подчеркивается геймплеем. Вместо медленных боев и монотонной прокачки бодрый экшен и куча мини-развлечений. Например, гонки с живыми игроками. Или рельсовый шутер за штурвалом космического корабля. А также тиры, головоломки, дуэли на мечах. Даже Clone Tower Defense. Игру выпускает Sony Online Entertainment и компания явно целит в ту же аудиторию, которую они уже привлекли с Free Realms. Clone Wars Adventures не ожидается большого открытого мира. Здешние локации складываются из хабов для общения и тематических зон, где можно запускать мини-игры. По мере прохождения состязаний вы будете получать очки и оцениваться в таблице рекордов. А также сможете открыть уникальные предметы. Коллекционирование обещает стать важным элементом Clone Wars. Здесь есть возможность не только собирать оружие и экипировку, но также кастомизировать собственного дроида и обустраивать герою жилье. Неясно, будет ли тут хоть какая-то прокачка, но для персонажей уже анонсировано три класса Джедай, Падаван и Клон Штурмовик. И пока вы окончательно в игре не разочаровались, уточним один момент. Распространяться она будет бесплатно, а выйдет уже в конце этого года. Mass Effect официально становится фильмом. Работать над ним будет студия Legendary Pictures, а историю напишет сценарист Я-легенда и грядущие ленты про Тора, супергероя из комиксов Marvel. Будем надеяться, что концовку сериала фильм нам не заспойлерит. Valve собираются удивить посетителей Е3 сюрпризом. Представители компании так и заявили, цитируем пресс-релиз, «Вместо показа Портал 2 на Е3 мы подготовили сюрприз. В связи с общепринятым значением слова «сюрприз», день, время и содержание сюрприза будут раскрыты лишь в момент сюрприза». На подходе и еще одна экранизация. в компании 20-й век Fox заявили, что их фильм по мотивам сериала Hitman получит продолжение. Режиссером второй части станет малоизвестный испанский режиссер, который раньше работал над фильмами местных масштабов и над рекламой PlayStation, Renault, Samsung и прочего. Пока неизвестно вернется ли на главную роль Тимоти Ольфанд. Ubisoft анонсировала новый выпуск сериала Driver. Пока нет вообще никаких подробностей игры, но она будет показана на Е3 вместе с Assassin's Creed, Brotherhood и Ghost Recon Future Soldier. Наполеон Total War этим летом получит дополнение, которое продаваться будет только через Steam. Аддон представит компанию, посвященную войне на Пиренейском полуострове. В некоторых учебниках называют еще испано-французской войной. Полуостров разбит на 32 региона, а сражаться на нем будет 4 фракции Франция, Португалия, Британия и Испания. Меж тем, Assassin's Creed может получить неожиданное ответвление. Ubisoft выпустила недавно вот такую картинку, тизер. Никаких объяснений к ней не прилагается. Возможно, это новая игра в сериале, возможно, какой-нибудь комикс по мотивам. Так или иначе, события здешней истории будут развиваться, видимо, в Египте, а главным героем вновь станет Ассасин. Обратите внимание на окровавленный клинок, который высовывается у него из рукава. Робосимулятор Front Mission Evolved задерживается. По новой информации, игра поступит в продажу на ПК, Xbox 360 и PlayStation 3 17 сентября. Зато теперь компьютерная версия проекта станет поддерживать стереоскопическое 3D. Ну, если ваша машина его потянет. Kings Bounty в конце этого года получит аддон под названием Перекрестки миров. Дополнение предложит новую сюжетную кампанию, а также разовьет старую. Появятся оригинальные предметы, монстры и так далее. Кроме того, на диске с игрой найдется редактор, позволяющий изменить практически весь контент Принцессы в доспехах. Кто бы сомневался, сиквел Splinter Cell Conviction давно находится в разработке. Конкретно им занимается студия Ubisoft Торонто, которой руководит небезызвестная Джейд Реймонд. Слухи о продолжении Red Faction подтверждаются, причем сериал разовьется, как выясняется, в неожиданном направлении. Четвертая часть будет названа Армагеддон. Она вернет игроков в подземные туннели, но сражаться там придется с пришельцами, которые неожиданно для всех напали на марсианскую колонию. Это все на сегодня. С вами были мы, Кигури и Орех. А вы смотрели программу Пульс. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин